Привет! Меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джон Дор и книга «Измеряйте самое важное», как Google, Intel и другие компании добиваются роста с помощью ОКР. Первое, что приходит на ум, как только перелистываешь последнюю страницу книги Джона Дора, это слова, которые приписывают Рону Хаббарду про то, что если ты хочешь быстро заработать миллион долларов, занимайся бизнесом, а если хочешь быстро заработать миллиард, то нужно основать свою собственную религию. Похожая ситуация и в менеджменте. Если ты хочешь стать хорошим практиком, то просто читай основные моменты, которые излагаются в книгах по менеджменту и внедряй их. А если хочешь войти в историю менеджмента, то придумай ОКР – Objectives and Key Results и внедряй их во всех компаниях, до которых сможешь дотянуться. Впрочем, обо всем по порядку. Джон Дор – это изначально сотрудник Intel, который как бы подсмотрел, как в крупных корпорациях, на примере того же самого Intel, добиваются выдающихся результатов и адаптировал этот самый подход, применяемый в Intel, на маленьких стартапах, небольших компаниях в первый год их существования. Именно Джон предложил создателям Google, Брину и Пейджу этот самый подход, который получил название ОКР – Objectives and Key Results в первый год существования поисковика. И сейчас мы можем видеть, к чему это привело в среднесрочной перспективе. И думаю, что в долгосрочной перспективе у Google все будет еще лучше, чем сейчас. Вместе с книгой у нас бокал сухого белого цинандали, Кахетинский регион, 3 кусочка льда. У меня существует внутренняя моя система оценивания вина по кусочку льда в бокале. Чем меньше льда, тем лучше вино. Но 3 далеко не максимальный результат, бывало и 5, и 6 кусочков льда. Если вы смотрите или слушаете подкаст «Читай быстро» первый раз, то для вас, наверное, это удивительно, но с каждой хорошей книгой я, как правило, открываю бутылку хорошего вина, потому что нет ничего в мире лучше, чем хорошая книга и хорошее вино. Давайте попробуем вот с этими нашими тремя кусочками льда и хорошим настроением разобраться в 10 основных фактах, трех задачах из книги, основная мысль которой уже вынесена в заголовок «Измеряйте самое важное». Если попробовать сформулировать всю книгу в одном предложении, то получится, что для достижения выдающихся результатов каждому из членов вашей команды, сколько бы их ни было, нужно персональные 3-5 трудновыполнимых задач, которые заставят этого самого сотрудника выйти из зоны комфорта, проявить свои амбиции в процессе их решения и тем самым повлиять на опыт, общий результат. Давайте попробуем чуть более детально разобраться, что же лежит в основе ОКР. ОКР – это вообще первый факт о важности целей и ключевого результата. ОКР – это авторская методология, которую придумал Джон для управления организацией. И суть ее заключается в том, что все ведущие цели, все важные цели достигаются общими усилиями сотрудников. В методологии присутствует понятие ключевого результата, то есть какая-то метрическая характеристика, отображающая достижения или отсутствие результата. И по мнению автора, промежуточные результаты не удовлетворяют поставленным целям и не принимаются, а важно лишь то, к чему вы пришли в сухом остатке. Дорога может занимать у вас неделю, может занимать месяц, три месяца, шесть, год и так дальше. Часть целей сотрудникам ставится руководителем, а часть они ставят сами себе. Но их всех, все вот эти цели, которые так или иначе оказываются в скоупе у сотрудников, в общем, перед глазами сотрудника, объединяет одно – они измеряемые и заведомо труднодостижимые. Именно в этом подходе и формируется главный принцип методологии. Это правило трех-пяти задач, это один из основных принципов. Значит, во-первых, вы отказываетесь от личных интересов и работаете на достижение задач компании в тот момент, когда формулируете себе эти 3-5 задач. А во-вторых, выбираете приоритетные цели, не распыляясь на количество. Очень часто мы видим, как компании страдают не от недостатка идей или не от недостатка задач, а от их несварения, когда все хотят сделать очень много за короткий промежуток времени и очень часто при этом подбирают такие задачи, чтобы они были легко выполнимы, чтобы их можно было записать себе в актив. Вот как раз смысл ОКР заключается в том, что нужно отказаться от легковыполнимых задач и нужно отказаться от большого массива. Это 3-5 трудновыполнимых задач, которые не являются, в которых нет личной заинтересованности у исполнителя, а эти задачи являются частью какой-то одной большой задачи командной. И, в общем-то, формирование цели, оно как раз и начинается с нижних структур компании, чтобы сотрудники, во-первых, были эмоционально вовлечены в процесс, во-вторых, сами разрабатывали вот эту вот половину задач, и при этом Джон говорит, что не нужно бояться неудач, если цель становится неактуальна или если цель недостижима. Наоборот, стоит бояться, забегая немножко наперед, если цель очень легко и быстро достигается. Это как раз показатель того, что она была занижена. В общем, если цель больше неактуальна, вы от нее отказываетесь, если цель плохо достижима, то вы ее декомпозируете, пересматриваете и разбиваете на маленькие кусочки, которые стараетесь достичь и добиться этих задач и целей чуть-чуточку лучше, чем было до этого. И, в общем-то, достижение общей цели, оно получается тогда не навязанным сверху сотрудникам, а как раз-таки заинтересован на личном участии каждого из сотрудников. Ну и основное – это отсутствие идеальности. То, о чем мы вот только что проговорили в двух словах, выполнение поставленного плана не должно превышать 75-80%. Если цель была поставлена и после этого выполнена на 100 или больше процентов, это значит только одно – вы недооцениваете силу вашего коллектива, силу сотрудников и ставите им цели, которые они с легкостью достигают. Во-первых, вы не на полную силу используете мощность этого коллектива, во-вторых, вы демотивируете их такими задачами, потому что они их достаточно легко закрывают и им становится неинтересно. Я, как человек, который некоторое время поработал в системе ОКР-показателей, на практике вам могу сказать, что с точки зрения получения краткосрочного результата эта система работает очень круто и мотивирует каждого участника стараться, каждого сотрудника стараться выложиться максимально для достижения общего результата. Но в среднее и уж тем более в долгосрочной перспективе этот подход очень часто ведет к эмоциональному выгоранию команды. И поэтому, если вы не хотите быть свидетелем выгорания, если у вас есть возможность чередовать подходы ОКР и какой-нибудь отличный от него для управления командой, то чередуйте. И если нет возможности чередовать и вы применяете только ОКР, то помните еще про несколько важных факторов, таких, например, как прозрачность. Как показывают исследования, когда команда не понимает, что она делает, она достаточно редко достигает поставленной задачи. И поэтому скрытые цели, как правило, достигаются реже публичных. Важно, чтобы сотрудники работали прозрачно, важно, чтобы у них не было внутренних личных мотивов, ну там получить бонус, быстро закрыв задачу, или очень легко ее сделав и тем самым увеличив количество закрытых задач в рамках какого-то временного промежутка и так дальше. В общем, публичная деятельность, она демонстрирует каждому сотруднику результаты работы и коллеги, которые находятся рядом, и заставляет этого сотрудника тоже подтягивать свой уровень до уровня коллеги. И в случае необходимости, если он не может этого сделать, или он столкнулся с какими-то трудностями, то открытые системы, они всегда оказывают помощь. Ну то есть один сотрудник поможет другому, что в итоге улучшит и выполнение задачи, и улучшит моральный микроклимат в коллективе. Но если человек долго, то есть итерационно несколько раз не справляется со своей задачей, то коллектив поставит вопрос о том, чтобы от этого человека избавиться, просто потому что коллектив воспринимает достижение результата как задачу единого целого организма. При этом мы говорили о том, что нужно формировать 3-5 целей, не распыляться и давать возможность формулировать цели не только по линии руководитель ставит задачи подчиненным, а и чтобы сотрудники сами себе формулировали цели, а руководитель только их там чуть-чуть корректировал и наблюдал за ними. Так вот, Джон говорит, что главные цели как раз должны формироваться на периферии. То есть они, ну в общем, в качестве примера здесь Джон приводит работу продавцов и менеджеров, и он говорит о том, что продавец, хоть менеджеры ставят задачу продавцу, но продавец быстрее получает информацию о спросе на тот или иной вид товара, знает профиль покупателя, знает сезонность, знает, что будет модно или нет сегодня и завтра. И поэтому продавец в процессе, если он высокомотивированный, то в процессе постановки цели продавец должен играть ключевую роль, а менеджер должен его немножечко корректировать там с точки зрения видения общей стратегии. Но первоначальные задачи, при условии, что у продавца не будет личной заинтересованности в том, чтобы поставить себе задачу попроще, первоначально задачи должны как раз формироваться именно продавцом. А вот основная задача менеджера после того, как эти цели сформированы, как раз скроется в шестом факте в том, чтобы мониторить цели. Очень часто бывает так, что после совещания, когда все задачи, цели расписаны и определены, команда распадается по своим задачам, руководитель вообще там в какую-то рутину погрязнет и возвращаются к мониторингу этих целей за день до дедлайна, когда послезавтра-завтра нужно сдавать отчет, и вы там задаете себе вопрос, ой, а действительно ли мы успели все сделать, и лезете смотреть в показатели, и оказывается, что ничего не успели, и нужно срочно придумывать отмазку. Так вот, мониторинг целей, мониторинг ежедневного выполнения показателей, это и есть ключевая обязанность руководителя, после того, как эти цели определены. Ни один из участников процесса, проекта, коллектива, бизнеса не должен чувствовать себя брошенным один на один со своей задачей в момент, когда она определена. Поэтому ОКР отслеживайте и трансформируйте при возникновении на то необходимости, и Джон говорит о важности назначения ответственного сотрудника или координатора, ну вот это вот как раз и есть, если у руководителя нет на это времени, то должен быть какая-то отдельная единица, которая всем участникам процесса с определенной периодичностью, там ежедневно или еженедельно, доносит актуальную информацию о выполнении поставленных целей, для того, чтобы не было потом неожиданности, что они не достигнуты. При этом у вас есть два типа целей, приоритетные и амбициозные, и приоритетные это как бы там условно текущие, рутинные, они должны выполняться в 100% случаев, а вот амбициозные не должны выполняться на 100%. Это означает, что вы занизили уровень целей для вашей команды, и уровень мотивации вашей команды, и уровень оценки, в общем-то, потенциала вашей команды. 70-80% это цифра, которая означает хорошее выполнение задач, это значит, что остался драйв для роста, и значит, что вы правильно поставили цель, которая заставила каждого, ну в хорошем смысле заставила, каждого из сотрудников выложится максимально с оглядкой на то, что всегда есть риск и неудач, и с оглядкой на то, что вот эта амбициозная цель, возможно, в следующих периодах будет мотивировать на какие-то инновации, на пересмотр процесса, подхода к цели, и, в общем, ну не будет все однообразно крутиться, если команда каждый раз чуть-чуть не выполняет, то есть они будут находить какие-то решения, которые позволят выполнить в следующий раз все цели и задачи чуть больше, чем на 70%, 80, 90 и так дальше, но помните, что если выполнили на 100%, это значит, что цели были слегка занижены. Исповедуйте принцип CIFR, это аббревиатура от английских слов, которая переводится как обсуждение, обратная связь и признание, это важно каждому сотруднику, с ними важно разговаривать, важно давать обратную связь, как от руководителя, если вы руководитель, или от коллеги, обратная связь, если вы работаете линейно с другими участниками команды, ну и если вы руководитель, то есть там такое правило, полюбите их первыми, признание заслуг сотрудников тоже очень важно. Ну и конечно же, работа в команде не получится в средней долгосрочной перспективе без формирования позитивной культуры, и Джон об этом говорит очень много, о том, что именно через сплочение команды для работы над общими целями и строится основная позитивная культура в коллективе, укрепляется эта культура путем поддержания неформального общения, которое очень развито в славянском менталитете, и именно такой климат должен послужить опорой для мотивации и высокой производительности труда сотрудников. И в общем, на примере компании Intel, там Дор в книге очень часто показывает, как культурные ценности, там ориентированность на людей, открытость, решение трудных задач, нацеленность на результат, дисциплина, как это все потом в конечном итоге выводит компанию на абсолютно новый уровень. Ну и десятый факт из книги, это умение добиваться выдающихся результатов. Умение добиваться выдающихся результатов, как правило, основано на подборе команды, состоящей из амбициозных личностей, которых вы с помощью ОКР выведите из зоны комфорта. В общем, ОКР очень крутая и с точки зрения того, что уже существующую команду она мотивирует работать более слаженно, продуктивно и целеустремленно и выполняет еще побочную роль на нескольких спринтах, на нескольких вот таких итерациях. Она отсеивает тех людей, которые не могут там бежать с условно заданной скоростью. Мы не говорим в рамках этой книги о том, хорошо это или плохо, морально это или аморально, но с точки зрения менеджмента система выполняющая две задачи, такие выведения амбициозной команды из зоны комфорта и замена элементов, которые должны быть чуточку продуктивными достаточно быстро. Это неплохая система и имеет она право на существование. И в общем-то книга тоже достаточно неплохая. Если вы ее еще не читали, то я вам рекомендую хотя бы там самари перечитать у нас на сайте читай быстро. Ссылка, конечно же, будет в описании. Или, ну, собственно, почитать книгу. Три задачи в каждой книге. Пока я это все буду рассказывать, вы, кстати, можете нажать на кнопочку подписаться на канал, прямоугольная такая, сразу под этим видео, если вдруг еще не подписаны, на колокольчик нажать, ну и комментарий сразу же про то, как вам обзор и как вам ценам дали. Пробовали ли когда-нибудь, читали ли, что по этому поводу думаете. В каждой книге. Я, как и любой другой участник, читай быстро, выделяю 10 основных фактов и потом на основе этих фактов формирую три задачи. Это все происходит в букноте. Букнот это блокнот для осознанного чтения. Больше о нем можно узнать на сайте буква.info slash blog slash booknot. Такой вот подарок для книгомана. В общем, мы себе придумали инструмент, с помощью которого можно было бы структурировать основные мысли и задачи из книги, вынося их на бумагу с помощью записи ручкой и в этот момент еще и читать всякие советы по скорочтению. Так вот, букнот и родился. Три основные задачи. Значит, первое, ставить цели чуть выше, чем возможность команды, но при этом чередовать подходы и давать чуть времени выдохнуть. То, о чем я говорил в середине, что на долгой и среднесрочной перспективе нужно, конечно, все-таки чередовать подходы, потому что ОКР такая достаточно патагонная и выгорательная, в общем, история. Второе, цели должны формироваться на 80% самими сотрудниками, но при этом мониториться должны централизованные и реакция руководителя должна быть мгновенной. Никто не должен быть брошенным один на один с этой самой целью до момента дедлайна. И третье, больше исследований, это я себе записал такую задачу, больше исследований практических кейсов, которые показывают, как компании внедряют ОКР, потому что мне кажется, что это очень гибкая история с тонкими настройками, которая в одном случае может вообще не сработать, если вы там недопоняли какой-то момент или применили достаточно стандартизированно, как это описано в книге, а с другой стороны, если вы это тонко подкрутили на примере тех людей, которые вас окружают и тех задач, которые вам нужно внедрить, то ОКР может вывести или действующий бизнес или стартап на абсолютно новый уровень. Вот таким был Джон Дорр с книгой «Измеряйте самое важное», таким был «Читай быстро сегодня», обязательно подпишитесь на канал, все-таки я вас очень прошу, если вдруг еще нет. Проект «Читай быстро» буква.info это там, где мы выкладываем наши статьи про всякие софт-скиллы, там, где мы выкладываем транскрипцию этих подкастов, там, где можно проверить скорость чтения буква.info слышь rapid специальный инструмент, где вам дается сначала текст, потом вопросы, вы на них отвечаете, получаете сертификат, в котором указана ваша скорость и осмысленное чтение. Ну и больше про блокноты для осознанного чтения, про рабочие тетради, про смарт-конспекты, это все тоже там и немножко в инстаграме буква.info. Спасибо, что дослушали до этого момента, через неделю я надеюсь увидимся, буду новый я, новые вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.